ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А я продолжу Так, теперь я здороваюсь с вами, друзья За 8 с вами здоровается Сергей Железов Сегодня я его представляю, знаете почему? Я везде на свету, а он как бы за моей спиной в тени не годится Показываю его мастер-класс Я буду рассказывать о нем, чего он добился И чего вы сможете добиться, если вы этого захотите Вот, итак, начинаем Первая Сергей Железов Вторая будет за ней Это опять учеба Опять как не попасться на лохотрон Вся страна из-за этого руки опустила Итак, докучаю Это не скучно будет, поверьте Сельское хозяйство начинается с почвой От почвы зависит урожайность и с хозяйственной культурой Вот, почва, если говорить по-простому Тонюсенький верхний слой земной коры Дающийся растения, животным людям Кстати, настолько тонюсенький, друзья Что, что-то я сомневаюсь, что в миллионах и миллиардах лет Пока образовывалась земля И сотни миллионов лет назад образовалась почва Вот, когда этот там настолько тонюсенький Что такое, представляете, что ему 5-10 тысяч лет назад Он начал образовываться Вот, что хотите, то и думайте Или что-то здесь не так Или что-то здесь не то Но я сейчас богословскую тему не буду Эта моя любимая тема Как рассказал Курдюб Валерий Константинович Если вы не откажетесь с этих заломных тем Вас никто не будет воспроизвать сериал Имеется в виду научные круги Но они меня и так не воспринимают Поэтому я не боюсь говорить Что-то тут не то Что-то сильно тонкий слой Так, постулат Железова Да, и мы уже начинаем с вами рассказ о Сергее И заодно учеба Значит, урожайность, да, зависит Но вот абрикосу это противопоказано И урожаи большие противопоказаны И почва сильно жирно противопоказана Вот это вот первая фотография Я буду показывать, сравнивать Потому что я горжусь Сергеем Железовым Вот это вот однолетние абрикосы Единственный раз в моей жизни за 35 лет Получился от питомника однолетние деревья такого роста И почву я его навоживал, раскрываю Вот, правда почти не поливал Но с неба лило каждые 2 суток на 3 Все лето, теплая весна, теплая лето, теплая осень Один раз климат был как на Украине Результат вы видите, это однолетки Вот, вспомните сколько раз я обожился Вспомните Курдемова, который приехал Только когда убедился в этом Вот тогда и на пару со мной написал книгу Смотрим Железова постепенно Значит, во-первых, как у него Получились или не получились Прививка у земли Мы с ним оба А он мой ученик Главный, лучший Отрицаем прививку вот такую Это самая популярная фотография в интернете Знаете, почему? Десятки, сотни тысяч людей Купились и тысяча рублевая Секаторы привезли Купили, в результате у них Но у них еще не хватает такой культуры современной А современная культура это наша С одного со железа Потому что так прививать нельзя Я вообще не говорю о качестве Так вот, вот так он прививает Так, смотрим дальше Что у него получается Получается у него Ну, тут Жалеть я его никогда не жалел Вот, видите, что получилось Вот это есть практика работы Но мы это проходили Вот По ходу, смотрите Вот часть питомника Вот он, Сергей Вот, как наша учеба шла А потом вам передавалась Ровное место Зима Западный склон Весна Вот, вот такими фотографиями Их тысяча Я перестраивал мозги У всех, кому это Кто это желает Итак Вот это Ему 30 лет Вот это Он вырастил Вот 16 лет 16 лет, когда ему было Зато помню Как трудно их было продавать А потом нам пришлось Немножко приспосабливаться К действительности Знаете, почему? Такие мощные абрикосы Однолетние саженцы Перевитые в земле Оказались Неудобные Для людей И Да и спросом Особо не пользуются Итак, пойдем дальше Вот это учеба Вот Мы смотрим на Его трудно назвать Колновидное яблони Но это колновидное яблони Как видите Мы никогда не обрезаем Нижние ветки Немного дурных Кто-то когда-то В 18-15 веке С дуру С будуна Первый нарисовал Вот тут вот И отрезал все это И сих пор 200 лет Как попугаи Вся наука Все Все самые важные Главные наши Научные учреждения Они все сейчас Выпускают саженцы Все Все выпускают дрянь Здесь Мертвый штамп Полузертвый Вот Вот это учеба Теперь Фотографии Все справа Вы не думайте Что мы смотрим Как я работаю Это конвейер Наш Железовский Я Делаю срез Я Делаю Расчеп Беру Вторую Половинку Делаю срез Беру расчеп Вставляю одну В другую Перед этим Намачиваю водой Переписывают 19 век А там Ни слова Про то что Надо смачивать Срезы Когда вода Далеко Бывает Лизнешь Лишь бы только Сухими не были А Сергей Берет Ленточку Обматывают Так В тазик Складывают С водой А потом тазик Под мушку И Поле высаживают Подвоя Это главное Мы выкопали Очередную партию Прямо сковым землей Сибирок Вот Они у нас Считаются Это материал Считается Непригодным Приводкам Но мы к Сибиркам Вот они справа Так Мы к ним Приучили К ним К диким Приучили Приводки Это особая работа 11 литровые ведра Начинали с них Прививаются Мощные Получаются Деревья И А в то время Жигуренки Одни были К нам приезжали Ну в основном Да и Виноварки были Не эти Которые сейчас Здоровенные Затолкать не могли Вот Настолько мощные Получались Ладно Мы Узбавили Вот Вот на этой фотографии Вы видите Корни При пересадке Вот Имея такую Корневую систему Имея прививку Такую Милбат Тысяча рублей Скромные Срокусы По-моему Сейчас не дороже Хотя Эта фотография Много лет На нас сделала Пересаженные У нас Деревья Не погибают Которые мы Сами себе Садим Теперь Вот Это Вот То что Годик Парасло Вы видите Довольно Молодой Саженец Тоже Годовалый Почему Такие корни Я не говорю Что всех Образуется Вот здесь Вот Такой Получился Здесь Такой Значит В лучшем Виде Это Не каждый Такой Но Большинство Саженцев Такой Корневой Вот Почему Потому Что А Объясняю Это же Учеба Вот И качество Сережки Сергея Нексаженцев Вот Они Так И После Того Как они Еще Привиты Прямо За столом И Через год Уже Выкопал Год спустя Однолетними Вот Такие Корни Ну Скажите Что Вот Такие Корни Где-то Видели И Где-то Еще Могли Видеть Нарисованные Да Видели Когда-то Пришлось Отказаться От Тройних Прививок Вот Здесь Перед Вами Слива Три Сорта Слив Дерка Сувенирово Сок Третья Не Помню Делалось Это Для Лучшего Пыления Это Дерево Сад Вот Три Ветки На Одном Корне Все Три Прекрасно Росли Выкопав Сильнейшая Обрезка Это Наш Принцип Так Вот Отказались И от Больших Горшков Вот Таких Которые Не устраивались Даже Покупателей И Отказались От Рынных Привок Потому Что Такое Дерево Мы Пытались Продавать По Полторы Тысячи Но Вы Сами Понимаете Вот Полторы Тысячи Есть Не У Всех Пришлось От От Этого От Рынных Далее Вы Видите Мы Перешли Вот Такие Горшки Сергей Работает Сейчас Такими Горшками Качество Как Видите Это Однолетний Саженец Выкопав Такой Саженец Вот Он Видите Этот Или Другой Не важно Важно То Что Мы Делаем Такой Обрезок Даже При Наличии Всех Практически Всех Корней Часто Тут Не Видно Но Чуть Больше Саженец Особенно Прикос Корни Торчат Сатем Резь Двадцать Естественно Не Влазят Естественно Где-то Немножко Повреждаются Вот Но Даже Если Все В Порядке Все Обрезка Опережающая То Есть Корни Должны Бы Опережать По Массе По Объему По Возможности Напитать Остаток Роны То Есть Могли Быть Здесь Опережать Но С Опережением Восполняется Моментально Далее Медный И Железный Курпороз И Лишь Вместе Вы Видите Обеззараживание Санкции Перед Продажей Видите Белое Пятнышко Она Смотрит На Юг И Эта Корневая Шейка Только Эти Три Условия Гарантируют Нам Дорога Дерева Уже На Новом Меже Обеззараживание Инструменты Так Теперь Питомник Железов Почти Современный Теолеты Весной Теолеты Прошлой Весной Перед Прививкой Уже Перед Прививкой Сделан Осенью Саженцы Были Закопаны Обычно Сентябрь Месяц Сильнейшая Обрезка Опять Опережающая Посмотрим Тут Есть Другая Фотография Почти Такая Только Там Была Когда Он Еще По Снегу Работал Я Запомнил Первый Случай Своей Практики Когда Месяц Начали Привать Представляете Парню Был 16 Лет Я Сказал Сережа Будем Работать Вместе Сережа Делал Первое Изобретение Тут же Он Меня Впервые Надеюсь Он Срыг Будет Меня Опережать Во всем Вот И пока Я Обморозил Руки Делая Каждый Тут На месте На коленях Было Градусом 8 Мороза Вот 5 Или 8 А у меня Руки Давно Мерзнут Снориска Он Взял Спокойненько Настургал И Дома Положил Чашку Ну Чтоб Те Же Клиню И Уже Сразу Сделал Срез На месте Он Доставал Чашки Подходящие По размеру Это Несколько Секунд Вот Я Сказал Себе Все Кажется Дело Пошло У него Работают Еще И Мозги Он Меня Удивил Вот Таким Первым Маленьким Изобретением Маленьким 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 Это Очень Важный Момент Сейчас Страна Учит Осеннему Обрезке Вернее Полстраны Осеннему Обрезке И Сейчас Страна Учит Осеннему Прищипыванию Маленьким Орхошек Якобы Деревья Должны Раньше За деревьев Неть Как бы Слово Подходящее Вот Одревеснить Вот На самом деле Если я всегда считал Осеннему Обрезку Это Вынужденная Пересадка Не обрезка Еще Хуже Будет Здесь Мне Бог Дал Чтобы Я учил 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 Это Важнейший Момент Осенью Пересадивайте Попробуйте Угадать Так Чтобы Вы не проснулись И Ушли в зиму целиком Потому что Орхошки будут Безнадежно В общем Они не будут Голодно пойти Отсюда частично Дерево Могут Отсохли Дерево Обычно Не погибает Еще Остается Где-то Нижнее Под снегом Но Это Яркий пример Это Ошибка Моя На себя Принимаю Потому что Это Тоже Самый Обрезок Только Может Более Щитящий Сеня Мы так Не договаривались Только Молся Сеня Звука Чтобы Не было Не звука Все понятно В июне Обрезать нельзя В июле Многие говорят Как Ох Или Обрезок Они С нуля Вырастут Да И станут Цветочками Прием Чистый Южный До зимы Не срабатывает Ни в Сибири Ни на Урале Ни на Дальнем Востоке Ни в Северной Руси Не сложно признать Что Обрезка Это Подготовка По-моему Это был Дальний Человек Который ехал очень далеко То ли самолетом То ли поездом Через всю страну Вот Сергей их отрезал Я сказал Быстренько бери всю охапку Я тебя сейчас Это Из мультфильма Про сахвашки Сейчас тебе буду щелкать И щелкну Вот это очень удачно Это у Сергея Сколько есть Вот А человеку тяжело По-моему он пожилой был Землю отряхнули Варварски Практически полностью Вот это нормально А вот это Если бы не обрезать Это было бы очень плохо И дальше У нас все равно Саженцы получались Семьи нарослыми А нам надо было Талкивать посылки И Сергей Начал Привозить с торги Саженцы Без земли А и тут И земли-то Сохранить почти невозможно Это корневые отводки Мы перешли на них Но это была Привыка На волосы вишни Это как бы Ну исключение Правил А правилом стало Что Самая Цветочная почка Появляется на второй Третий год Это благодаря тому Что корневые отводки Запоминайте Это учеба Корневые отводки Это часть Врослого дерева Оно Под землей Выбросило корень Вывезло наружу Это ноги Когда-то дерево Которое Основное Материевское Умрет Отводок Поживет Не понравится Дальше пойдет И чем больше не понравится Тем длиннее И в разные стороны пойдут Вот такие отводки Они не имеют возраста Хотя он вылез Допустим Два года назад В среднем Вот Ему на самом деле Может быть Десять лет Может сто Может тысяч А может миллион Почему Потому что Деревья Это яблони сливой Грушей Из наших преимуществ Они шагают По планете Бесконечно Они ищут Место лучше Почему Потому что Родились они там Где грунтоводы Были близко Вот так У него Это Грушевые Дикие Дикие груши Приготовлены Они для прививки То есть Переживаемость У меня было 98 99 Из 100 Вот А У Сергея Как минимум Мне хуже Где-то я как-то проходил Досчитал до 100 Все Все были Это культурные То есть Мертвых я не нашел Но 98 Это точно Вот Теперь Вольнейший момент Касается Всех Почему Потому что Если вы возьмете Горшковая культура Это касается Даже Плодово Даже Абрикоз Даже Груш Вспоминайте Широко Распространенные Прежние годы Литература 19 И первая середина Первая половина Начало 20 Века То есть Первый перегной Весь набор И все это отдам Мне сейчас В горшке А потом Массовая гибель А потом Причин там много Это Наш Небольшой котлован Я Первый Единственный На планете Сказал ТОФ Это ТОФТА Перегной ТОФТА Ничего Горшки Класть нельзя И вообще Ничего нельзя Класть в яму Куда Оставляется ТОФТА 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 Все веках На ближайшие 200 лет tile надо отказаться от тех дебильных Ям Я вам показывал Племянницу Юлю А эту же яблоньке на этих же подвоях КОТОРЫ Ковыми И уже достигли Ё Роста Вот Это были Яблоня Про абрикосы У нас задача как бы сделать ТОФТА Если я сейчас скажу, что вы со стулья держитесь, что так как невозможно, а у нас схожесть хорошая, невозможно столько ни привить, ни продать физически, ну еще два человека, полтора человек фактически, то он не перестарил только для того, чтобы просто остановить, представляете? Ну и не выбрать. Вот это вот технология Железова, она схожа с технологией Чугуева, Юрия, нашего классика, уже покойного жалко. Тот специально месяц держал, потому что горшки лучше прогреваются, так, не закапывая. А Сергея бы и рад бы закопать, я считаю, что не надо передерживать, в особенности купленными. А тут получается, если Чугуева это делал специально в радиотехнологии, мы про Чугуева не знали, просто Сергей не успевал закапывать. Возвращается зима, а бывало ей по коленою выше снегу, ждем пока снова все оттает. Привитые уже абрикосы, кстати, отсюда вижу, что это академик, о, красота какая. Ну, смотрим дальше. Значит, для любителей делать дренажи в этих самых. Так вот, дядя Ваня, это я для вас приготовил. Вот это вот была, ну, дренаж, глубоко под землей была плита бетонная. Ну, так случается. Вот он так и рос. Но дело в том, что его не обманешь. Пределы плиты были такие же, как примерно вот эта вот самая, картонка, на которой он стоит. Замечательно я сделал, да? В фотографии. Вы поняли? Не отдадуйте вы природу. Все равно, хоть у вас там полметра остается до воды всего, он, центральный корень обойдет, это препятствие, и все равно засунет в эту воду и погибнет. У меня до воды 6-7 метров. И все равно огромная яма метр на метр на метр, так, туда пальцев не хватает, что туда затолкать, да, в таком количестве. Ой. Вот, хотя все это не нужно, и потом все равно, это ваше самое, все, что вы там яму нагородили, вот, хотя на вас, ну, еще, как бы сказать, покруче, чем у дяди Вани, да, все равно, что я скажу. Ну, обойдет, ничем вы не это, не остановите эти корни. Да и потом, зачем их останавливать, если до воды, ну, уже 5 метров, уже нормально. До воды 5 метров, мои наблюдения, проживет лет 20-25. Посадка персика. Вот два брата, Артем Железов и Сергей Железов. Вот это вот, ну, для себя, конечно, не пожалели, это персик садим вдоль забора. Смотрим дальше. Вот это вот и учеба, и это, единственный год, единственный раз. Я все время старался, чтобы никто никогда меня не поймал на лжи, блог ты это. Начинали мы как, вспомни, Сергей Валерьевич, вот, и уже был достаточно любознательным человеком. Вот. Еще не было интернета, а уже тогда писали письма в газетах, как было принято. Стукачество, не стукачество, оно было, остановите железо, вред, как все вымерят. Кстати, вот так и писали, вред, как все вымерят. То есть, одни писали все вымерят, потому что двухметровый снег у меня. Кстати, обычно бывает до середины зимы столько снега, сколько видите на левом снимке. Вот. Как-то было по колено, по бедрам было один раз за 35 лет, по колено два-три раза. А остальное от колено до Чикландские. В разной степени. А бывает, и Новый год без снега. Вот. А тут двухметровый снег, вот это. Но это еще ладно, значит, все-таки признавал, что у меня бывали 100-граммовые абрикосы, 100-граммовые сливы. Вот. Много чего еще. А другие считали, что я покупаю плоды на рынке и вожу в сад с рынка. Вот. И мне, чтобы... А, и третьи считали, что я утеплял. И мне было так страшно решиться. Это было лет 10 назад, наверное, да, Сережа? Вот. Мне было так страшно решиться. А может, 8 лет, 6. Я говорю, надо рекламный снимок, не рекламный, а учебный снимок сделать. И только делать будешь сам, как считаешь, нужно. Потому что мы разделили. Вот рядом с ним. Сюда, ближе на 2 метра, растет дерево. Такой же персик не утеплен. То есть, к которому не подходили. Зря старались. Весной оказалось и то с плодами, и то с плодами. Так. Вот. Причем, я лишний раз обращаю внимание, почему. Ну, сама технология ясна. У него форма позволяет его сделать таким компактным, да. И все правильно, кроме одного рана. Вот как я сейчас понимаю, Сергей Валерьевич, мы с тобой, по-моему, больше не утепляли, хотя в этом году мы потеряли несколько персиков. Кто-то выжил, кто-то восстановился, подмерз. Несколько раз, два, три, четыре. Три или четыре потеряли безвозвратно. Но, это самое. Второй случай. Ну, мы и калечили, мы с них и брали ветки на прививку и на продажу. Это главная причина их смерти. Но, что касается утепления, я всей Северной России рекомендую. Но, не в это время, когда мы решили, это веслое увидев, что он как-то бледновато выглядит, перепрел, перепотел. У меня такое слово хочется, перепотел. Все-таки надо ждать мороза. И даже сильного мороза. А сейчас, по это самое, в метеосводке иногда не ошибаются, как ни странно. Бывает и такое. Вот тогда только укутывать. Если вот они такие компактные, как в данном случае. Вот один, вот второй, и тут еще был третий. Это и все. Это за 35 лет. Больше не укутывали. Когда-то я изучал стеклоткань. Есть фотографии еще, когда я пересетался в газете. Но там были не полностью укутывания, а только где-то по поясу. Стеклоткань. Я пальцы загибал, и сейчас могу загнуть. Она хорошо дышит. От мышей защиты. Это раз, от солнечных ожогов два, и утепление три. Стеклоткань. Вот. Ну, а здесь чоба-ничоба выжил, плодоносил рановато. Вот только. Мне показалось, что рановато. Вот это учеба. Вот это тоже учеба. Вот, значит, получается так, что вот он попозировал, вот, еще рано. А вы теперь смотрите, видите, горшки, он их закапывает. Так. А потом еще один момент. Этот парень, Сергей Жерезов, это вредный. Я ему говорю, продавай по 500 рублей. Кончились вот в этот момент, это я его заставил выкопать по поясу. Я говорю, Сергей, берешь, делай как я. У меня когда кончились тысячи рублевые, это несколькими годами раньше, тысячи рублевые. Я продавал, этой же весной, там под бутылками же быстрое время идет, и это май. А у людей крыша начинает в мае, когда практически уже поздно, даже в Сибири. Вот, в Сибири мае это время цветения, вспоминайте, это самое, черемуха и прочее. Вот, но уже сформировался саженец. Вот, уже ясно, что если ее купят за полцены, то есть за полную цену купят два. Так вот, я ему говорю, продавай за полцены. Побрет, возьмем вену на себя. Ну и сотни должны помереть не больше двух-трех, четырех, ну пять. Ну и вспоминаем про геопатогенные зоны. Попало в нее, погибнет самый лучший саженец. Вот. Отказался до сих пор, ни одного, ни разу за полцены не продал. Ну, сказать, что он не нудный, нудный. А я не стеснялся, я продавал. Сергей, подтверди, потом все-таки вот с такого питомника получался вот такой вот, через 3-4 месяца. И обратите внимание, они все культурные. Вот, по-моему, в случае гибели тут, ну может один-два где-то незаметно, но это все культурные. Уссуристская дикая груша. И это прививки всей дикой уссуристской груши. Вы видите, насколько труднее в принципе, когда деревья одного вида, но находятся на разных концах революционной лестницы. Тут роскошная груша из Бельгии, Парижа и прочих, в этой самой Украине. Так, то приживается, в том числе еще и потому, что несколько поколений уже выращено, и они уже сроднились. То есть, заметьте, не по двое с прививками, а по двое с прививками, еще раз говорю, скелетная прививка. И просто, даже при прочих равных, а ведь это новая сорта, а новый сорт, она его не знает. Это вот эти знают, все. Это как соседи, двоюродная, троюродная уже, даже не соседи, а родственники. Вот. А дикая груша, видите, полученный результат. Вы еще не все видно, не все эти прививки отсюда видно. Почему так? Потому. Потому что совершенно чужой, роскошная груша, опять же, и пришла из далека. Опять же, мировой лидер. А тут дикарь из этого Зусуриска. Да какой дикарь? Настолько колючая, пока сделаешь прививки, весь исколот, весь это, в царапинах. Что обидно все, почему-то на лысине больше всего. Вот что меня всегда обижает. Что больше лысине почему-то достается. Ну и вот результат. Одной из причин, говорю, учебный фильм, это то, что, когда практически полностью отсутствует над уровнем земли дикая груша, маленький такой, когда начинаешь прививать, маленький пенечек, 2-3-4 сантиметра, жаль-то как можно ближе к земле. Вот, тогда легче этой груши захватить, культурный плацдарм, легче удержаться. А здесь черта 2, здесь пошла на, и это. Значит, вступает в действие так называемая лейкоцита. Я их так условно называю. Ну, доктор, если кто-то среди вас, медик, он меня поймет. Вот, сразу отторжение ткани, по возможности. Но с этого и начинается каждый раз, с этого я начинал. Теперь 100% веста. Груша самая удобная вещь на свете. А потом, значит, пришла осень, и Сергей Железов прикопал по методике Железова-старшего. Это называется вертикальный прикоп. Обратите внимание, кстати сказать, груша та же, как абрикос, о чем ни разу, нигде, тонна макулатуры, и нигде не пишут, что она боится сырости. Хоть дикая груша уссурийская, хоть культурная, любая, ни сырость не любит, не может выжить сырости. Именно поэтому, что ее родина, даже не зная где, зная, что там до воды было десятки метров, выработался стержневой длиннюючий корень, бывало, копаешь, я помню, я рассказывал, уже на 50 сантиметров, на 60, ни одного бокового корешка. Вот это груша. Но растет вверх. Почему? Потому что все ветки практически растут вверх. Ее задача защитить штамп, тот самый, который вы увечите, начитавшись всякой дряни. Сергей сказал, ну-ка, покажи по всей красе. Вот это вот питомник. Это так называемый кочующий, который плавно переходит в сад. Из лучших представителей. То есть это абрикос не был продан. Принцип такой. Выдавливается каждые несколько лет на новое место. Вот. Что там сейчас творится? Лучше не подходить, не смотреть. Ужас. Ему уже пора брать топор. Сильно густо. Одна из страшнейших... Казалось бы, какая милая картинка. Вот еще один садовод растет. Вот. Она растет в саду. Она вырастет здоровым совершенно ребенком. Здоровой женщиной. Полноценной. Я имею в виду на фоне городских этих самых, которые сидят дома. Вот. Сегодня я делал фотографию с Тимошей и с Сеней. Вот. Если вы принялись, вы увидите, что и сейчас нет, и вчера не было. Месяц назад ни одного человека на детской площадке. Вот. Но я сейчас не из-за этого. Все. Предел. Он еще умудрился продать. Раз выкопал. Так. Он сзади стоит. Видите? Он на горшке. Просто эти качества. Вот они замотаны в это. Не высохнут. Вот. Вот за ее спиной. Один маленький питомчик из волочника. Он будет уничтожен. Между ним растяйник, как морковка. Понятно, да? И еще два таких. Там сзади. И еще в конце сада. Там еще гуще. Все это будет уничтожено. Пытался продавать по 100 рублей. Я вынужден говорить про эту горечь. Сравниваем. Вот это Сергей Торгаш. Извините, отторгуется. Ну и романтик. Когда-то я начинал с этих ящиков. Вот это абрикос, который будет затолкан посылкой. Даже не такое. Вниманец. Я вас интригую. Ага, вот они. Вот это приготовлено было на пересилку пояса. Вот это выкопано было. Сейчас покажу. Ага, вот они. Я не болтаю. Смотрите, какие красавцы. Вот эти были выкопаны. Они привиты. И помещены вот в эти самые ящики. Но полукроны все равно обрезали. Но уже обрезали. Обрезка имела второе значение. Первое значение. Это, чтобы лезло в посылку. Но не это главное. Агротехника требует отрезать минимум половину крана. Точка. Поэтому здесь они все обрезаны. Ну, вот здесь, значит, ждали мы Абаканское начальство. Да. А я отошел на минутку. Там был у нас первый и последний раз Сергей был на выставке. И долго потом плевался. И правильно. Во-первых, не царское это дело, не наш это уровень на выставке. Хотя рядом прекрасные ребята с такими же прекрасными этими плодами, с такими же панно. Все великолепно. Все замечательно. Отошел я всего на полторы минуты. За это время подошел к нему наш губернатор Зимин. А Зимин у нас прославился тем, что он, кстати, свой кабинет в жизни не видел. Он как сказал, вы учителя, вы врачи, вы это, у вас зарплата не позволяет. Вас кругом воняет, вас кругом сокращают. Ничего страшного. Идите в тайгу, собирайте плоды, ягоды, шишки. Вот. Он из-за этой фразы, Хакасия ему это не простила. Он из-за этой фразы лишился своего поста. Вместо него пришел мальчишка 30-летний, который на глазах матерей. Я надеюсь. Ну, для меня мальчишка. Вот. Станет лучше намного, хотя бы честнее. Почему? Потому что Зимин не сдался много. Знаете, что мы два таких саженца привезли? А продали один. Второй никто не купил. И Зимин не купил. Выручает только то, что при угасающем садовозье в России огромная армия, которая слышит нас, про нас это слава, слухи, сплетни. Вот. Идут отчаянные бои на разных сайтах, где нас это самое... Кто проклинает, то хвалит. Проклинает, потому что не верит, что это все правда, вот то, что вы на столе видите, да? Вот. И еще удается выживать как-то. Долго или нет, не знаю. Потому что мы многое все сделали до стороны. Вот. Я надеюсь, что после меня все это будет продолжаться. Вот. Я вам расскажу только одну грустную историю. Вот сейчас. 12 лет назад, примерно, память плохая, приезжаете люди и снимают учебный фильм, потом на диске, диски продавали, они потом разрешили мне продавать, и там на этом диске он сейчас зайдет, или первый, или второй, там есть, как я угощаю совместную группу, черешними, чего не может быть никогда. А в том числе, еще слава сельская ягода, вот эта желтая черешня. Что было потом? Если это было 12 лет назад, то 12 лет дерево дохло, 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 и не плодоносило. И, наконец, в 2018 году, вот все, что оно дало. И, казалось бы, ну и что? Ну, в срубе-то и вон, не пошло. На самом деле, эти декуты, оно привыкало, приживалось, привыкало, приживалось, практически не росло, почки мерзли, мерзли, мерзли. И вот то, что случилось, это не чудо. А ведь зима была подряд, вторая 40 градуса, что дальше-то? А мы вежечку с ней не взяли. И она зимой в 2018-2019 году замерзла до конца. Все. Вот. Концы обрублены. Больше нигде, никогда. То насчет сначала, желтой черешни, ему понадобится, а я же сначала-то не, 20 лет назад, когда телевидение приехало. На какие-то еще 500 годов или 10? 20 лет. Вот. Едите 20 лет. Вот так вот. Горько. Только потому, что Сергею не нужен. Я оказался не нужен, теперь Сергею не нужен. Ну, Сергей занимается селекцией. Вот вы видите на нижнем снимке, это уже его груши. Вот. А на верхнем снимке еще одна история грустная, я вынужден о ней тоже рассказать. Почему? Журналистка с Красноярска, она про меня напечатала замечательную статью. А еще бы. Персики не укрыл мне. Вот. Этот ни разу не укрывался, не так, как тот, что Сергею заматывал. Приезжает она, рядом с ней, вот тут вот, в полутора метрах стоит мужчина. Симпатичный мужчина, и она говорит, Константинович, я позвонила, назвала его по имени-отеству, сказала, он работает в Хушинском научном учреждении, там у Сергея учился. Вот и сказала, я хочу к Железову, мне нужна сенсационная статья. Вот. Что он ответил ей? Какого Железова? Я не знаю никакого Железова. Вот. Значит, приехали мы к заместителю технику, он сейчас по-другому называется. Приехали к заместителю, я представлю, это тот самый. Я взялся, почему? Потому что, ну, хоть она-то меня знает, нет, не знает. Но это было еще до того. Вот. Я говорю, давайте так, мы с вашими, эти земляки, мы сорока километров, мы с Красного хутора. Вот этому парню нужен диплом, иначе он так и будет все же из коровы хвосты крутить. Ну, хорошие оценки. Вот. Он перед этим техникум, в другом учился, в Электор. Вот. Взяли, оказывается, взять-то легко было, потому что, хоть он и бесплатный, конкурса нет. Взяли. Вот. Он отучился. Я ему когда доставление дал, Сережа, подружись. Там же одни эти, получается, агрономы. Тебе нужен свой круг. Там ребята наверняка глаза горят, а ты же будешь сразу первым лидером. Только ты выйдешь, это про тебя узнают преподаватели, тебе сразу скажут. Практические занятия ведет Сергей Валерьевич Железов. Вот. У него лучший питомник, это же было недавно всего. Тут недавно закончился так. Вот. Оказалось, на всем курсе, никому садоводству не надо и вообще. Из-за чего они учились непонятно, их диплом, для них это пустая бумажка. Для чего-то нужное. Вот. Вот так вот было. И, к сожалению, годы зря потерял. Так. Тем более, что действительно не нужен садоводству. Его уровень, это уровень сейчас, на данный момент, в 20 лет он занимается этим, в 10 лет начал. Вот. Он же взорвался помогать, как сейчас, немножко. Это уровень, ну, доктор, оно впрятан, там надо еще много-много теорий. Но практические знания, он уже чисто как практик. Он же готовый доктор, профессор, то есть, доктор это звание, профессор это же должность, правильно? Он мог бы на Папешской должности прекрасно, и он бы мог бы научить студента в одном случае, если это будет учебное заведение. И во втором случае это было бы, в втором случае это может быть, вот вроде Абаканского самого институтограммик проблем, то есть там, где уже есть практика. И, значит, получилось так, что, а это, знаете, что за дерево? Я к нему не подскажу, нет, просто, потому что сейчас веток много. Я сказал, будешь резать все ты, я отказываюсь от черенков, и будешь продавать саженцы, которые называются груши «Гигант Подмосковья». Это, нет, небольшие груши, это очень большие, это еще первый урожай, а то, что мои же веточки перекочевали чернобаевые, получились 500 граммовые, 540 грамм, вот. Ну что, до сих пор королевой сада у тебя остается сувенир «Восток», а? Ну, ее подпирает несколько садов, я все равно сторонник венгерок, не знаю я почему. Пусть это лучший представитель Китая, супер представитель, я с Украиной. Вот это вот нарядный фима, еще один мировой лидер, это молодое дерево, вот здесь вот растут те самые волочные вишни в огромном количестве, они все будут уничтожены, поэтому питомник не распродан, а вот это растет и вытесняет. Вот это вот подвойные, я подвойными деревьями горжусь больше, чем привойными. Недавно со слезами на глазах мы выпили две, в том числе вот, видите, этому снимку года 3-4. Это самый лучший на свете подвой для любых слив, и линклодов, и венгеров, и черносливов для всех. Вот это дерево спилено, тут растет замена, сами видите, но все-таки деревом, которым пошел четвертый десяток, прощаться с ним было страшно тяжело, но в стране земли для нас не оказалось, вон есть Лошушинская. Вот это переделанная уже, ну, менять ее подвой, это фаина, вот, все веточки с фаиной, все просто отрезаются, калечим деревья страшно. Приходит лето, и в самой середине лета появляется блогер, блогерша Марина, и говорит, мне нужен всем ли фильм, пожалуйста, говорит Сергей. Берет вот он горшок, привозит тережку с этим самым, с просто землей, высыпает, все редко делает ямку, ровно по размеру горшка, сохраняет форму вот такого, как сказать, из каждого пирамида, вот, такого очень пологого холма, посадил, половину отрезал, полил, фильм готов. Посмотрите, этот костер, это уже весенняя обрезка, она делается специально для того, чтобы выбросили новые побеги, деревья, которые одни и те же, то есть они жертвенные, они страшные, мученики, не зря мы потеряли несколько персиков, другие мы не потеряли, но персик самый нежный, у нас даже плодоносили черешни, но черешни я от всего-то срезал несколько веток, для самых настыдных, и вот получается, что вот это вот то, что сгорает, да, а уже весна, а еще не поздно, а еще, видите, трава еще не зеленела, а вот они, бутылки стоят еще, это где-то май, вот, вот здесь сгорает миллионы долларов, я не шучу, то, что можно было бы быстро вернуть садоводству, и он истинное лицо, то есть садоводство, садоводство, вот, вот так он делается, видите, веточка отрезается, вот эти здесь отрезали, здесь пробеги прошли, вот, вот это его питомник, уже один раз вырастил, перец выкопал, посадился на то же место, но это горький смех, вот, а теперь питомник, который превращается, это тихий ужас называется, он еще возьмет отсюда черешники, а вот это не представляется, каким настроением он будет вырубать, проезжать, потому что дальше уже невозможно, терапевт это, там уже прохода нет, я там пытался тут, она полуносила, она, ну, немного, но рожей был, яблоки были, сливы были, эти самые, груши были, вот, и несколько прикосиков про это все было, но достать их не мог, вообще не мог подойти, бросают деревья, сами видели, в расстоянии между грушками, а им уже по 3-4 года их так не купили, но лучше все равно останется на себя, вот, вот это вот начинается бросная тема, это когда-то продавали, нет, вот, или не так, это не запретили продавать человеку, который владел, но почему-то считалось ходное значение, два суда, меня привлекал, помощь, я себе говорю, по мэрам Шушенским, по замам, вот, бесполезно, 60 семей не переехали сюда, а уже не переедут, поздно, все, осталась вывеска, вот, это страшная вещь, земля, бывшая дойка, прекрасная, удобренная земля, как только бросить дойку, закрыли, как погнали расти эти самые, ускоренно, ну, из ничего, ну, естественно, сосны, но, понимаете, где сосны, там лучше мяса для абрикосов нет, но не дали, у нас такое, то есть это, они не предатели, они боятся продавать землю, или раздавать, вот еще участок, это между Ачурами и Новой Енисейкой, это поле когда-то отвоевали, видите, как восстанавливается быстро, природа забирает свое, только они перестали пахать, все, а когда-то, вот, тяжкий труд, это времена Ленина, когда он тут был, это, в эмиграции, еще сто лет назад, еще сто лет назад, все к чертовой матери, а вот результат, в стране нет земли, в стране, это, в стране опущено руки, все импортно, все на смерть, едим фрукты на смерть, на болезни едим, садим деревья на смерть, и вот результат, 250 рублей, эти абрикосы были выброшены, сожжены, не нужны, это только маленькая часть того, а перенечивая, я не знаю, Сергей, если меня слышат, вот, ну, вот это продвигаешь, справа, это, это самое, с питомника, вот, небольшой урожайчик собрали, питомник же, он же, еще еще пытаются продать, а, крупы-то лезут, а вот это, вот, лундук, хотя я для Сергея говорю, если он меня слышат, там все-то у меня проблемы были с подключением, вот, дело в том, что в двух местах, в одном месте, на нашей территории растет лещина, это, которые мелкие, и, нет, и уже 30, скоро лет, как растет фундук, почти не плодоносит, но почему, его забило огромными деревьями, а фундук же кустарник, он хоть и вытянулся, 1,4 метра, но все-таки до Солнца не достал, вот, весь урожай, не, не весь, я говорю, поздно подошли, там было кому собирать, заброшенный сад, вот, и я сказал, Сергей, давай, вот, относишься к племяннице, я ей помогу, сейчас засультируем, фотография вчера, по-моему, делал, вот, сейчас посадим, а ты продашь, продашь, на паях продашь, это самое, уже в фундуке и лещину, как в самостоятельной культуре в виде кустарника, он говорит, а никто не купит, вот, но я вам объясняю, когда я шелковицу торговал, вырастил, укоренил, получил урожай, укоренил, все прекрасно, у меня дешевле не брали, но тогда меня печатали сибирской газетой, и объявления давали сибирской газетой, а сибиряки не знали, сколько шелковицы, и не брали, а сейчас письма у меня идут, последнее письмо было, допустим, о Серногории, вот, предпоследнее было в Белоруссии перед этим, в Украине перед этим, в Литве, в Латвии, то есть, вот, я уж не говорю про ближние места, Калининград, Сахарин, это по нашим меркам рядом, вот так вот, Егорька, ну что делать, будем, не будем, будем, пока шелковицы еще, это, до конца не сдохло, единственное дерево, я его не культивирую, полносящее, будем украинять, не будем, купят, не купят, просто я все время пытаюсь свои слова превратить в какие-то доказательства, потому что то, о чем мы говорим, оно настолько неинтересно одним ученым, и настолько другие считают себя специалистами, но ни черта не понимают, что приходится мне лезть, как говорится, в калашный ряд, со своим свином рылом, смотрите, и так отрезается все подряд, особенно длинное, здесь все отрезается, еще отрезается, ну, догадайтесь, что после этого дерево загущается страшно, потом она берет совершенно другой снимок, но он копия того, что вот если вот это вот, правда, обрезать, и дать еще годик, будет точно копия вот этого, теперь она говорит, ну, вы знаете, Густав, давайте калечить, и в результате, начиная вот с этого, хорошего дерева, прекрасного дерева, начинаем вот с этого момента, возвращаемся к тому, вы поняли, вот дерево искалечено, и вот теперь мы будем искать подоплеку, вот,